Доброе утро, девочки и мальчики! Сегодня будет влог о моём обычном дне. Сегодня понедельник, и я иду на работу. Мне идти 30 минут всего лишь. Вы, наверное, сейчас заметите, боже, какой вид, как ты где-то ходишь. Я скорочиваю путь и иду через всякие гаражи, мастерские, всякие склады. Тут очень много машин. Просто я так срезаю путь. Я сегодня очень по весеннему одета. Я вся в белом. На меня все люди оборачиваются и смотрят. У меня весна, и сопли потекли, кстати. Я, кстати, не одна такая самая умная, которая ходит по этой дороге, потому что каждое утро я вижу одних и тех же людей. И мне кажется, ещё пару недель мы здороваться будем. А так вообще не скучно идти, потому что ездит очень много машин, и я себе выбираю машину. Неделю назад я остановилась на марке Ауди ТТ. Но потом получилось так, что... Короче, я не хочу теперь Ауди ТТ, я теперь хочу Хонду. А потом куплю себе Феррари. И буду ездить в ней в магазин. Да, вот так. Вот я и вышла на центральную дорогу. Как видите, здесь очень много машин. Вы меня, наверное, спросите, почему я в такую тайну иду пешком. Да дело в том, что автобус не соплодается моим временем, и мне приходится билет пешком. Вот это вот пожарка. Видите, там такой чувак висит. Типа пожарник. Сегодня, кстати, вызовов нету от машинной стороны. Иногда я хожу, и машины стоят здесь, готовятся выезжать. Да-да. Я пришла. Все, я пришла. Там клиент уже стоит. Сейчас переоденусь и работать, работать, работать. Я переоделась. Так, посмотрим, что у нас на сегодня. Это все мне надо достать. Все эти бумажки. Начнем. Да, сэр. Еще Анна Костиня. Мазинка. Моя. 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 Все, 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 все. А ну, смотри, ты, пожалуйста, прям лава. Сын. Народа пока никого нету. Вот, ну там есть одна, там депиляются делать лазером, а я лазером не делаю, мне нужно курс пройти. Вот, потому что пока что попилю ногти. У меня такие страшненькие. Надо подпилить, пока время есть. Потому что потом в 11.30 придет, надо мне делать массаж с такой макиной крутой. Потом покажу вам, что за машинка. Такая специальная, прибор, аппарат. Господи, уже все слова перебрала. Так, сейчас пока никого нет. Покажу аппарат, потому что потом с клиентами это вообще дело не показывается. Вот такой вот аппаратик. Называется Мастер Плюс. Вы включаешь, эти колесики ездят, и там на животик, на попу. Включается, делается массаж. Какая функция этого аппарата, он церомпе раса. Какой-нибудь церомпе, интересно по-русски. Ну, по-русски это очень странно звучит. Звучит. Разбивает. Разбивает целлюлит. Как-то так. Так что сейчас буду полчаса. Эта машинка... О, вы думали, что я просто так тут не накрашенная? Я крашу первый раз в жизни ресницы краской. Сара, ты здесь? Да. Да? Хорошо. Я крашу первый раз в жизни так делаю. Посмотрим, как будет. Я говорю, что это первая раз, я никогда не делаю это. Паруэ? 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 Да. Как это? Встала, у меня руки болят. Я делала только что массаж антицеллюлитиком. Руки, правда, болят ужасно. Представляете, он не заметил, что у меня ресницы накрашены, покрашены краской. Вот так вот и старайся. Потом ничего не видит никто. Затих, молчит. Ты еще и брови покрасишь? Знаешь, блондинки, кстати, у которых темные брови, они потом их красят в светлой. Или наоборот, которые блондинки красятся в темной, но брови красят в темной. Но я же волосы сами-то не крашу. Фу, жарко. Пума меня тоже кисточки любит. Вон как играется кисточкой. Да, Пумка? Пумка. Я этой кисточкой не пользуюсь, поэтому это для Пумы. Она ей нравится. Да, моя девочка. Там еще одна кисточка лежит в мае. Ну все, девуля, я очень вкусненько пообедала грибным супчиком, и сейчас иду на учебу. Я пришла, легла и уснула. Уже восемь часов вечера. А вы умеете зевать в себя, как я только что зевнула. Так, надо вставать. А то делать... Что делать потом ночью буду? Кстати, Пума моя рядом лежит спит. Пумка. Не любит она спать с людьми. Ну как? Ей нравится развлечься, как сосиска. Ей все время, что мы спали, она раза три от меня уходила. Говнюшка. Ваня хочет чуросы. Чуросы это такие... Чуросы. Чурос. Чурос. Это такие колбаски, жареные в масле, посыпанные сахаром или сахарной пудрой. Я не знаю, как по-русски называются. Как они по-русски называются? Аналог хворост. Хворост. Хворост? Да. Хворост? Хворост. У вас хворост называется? Да. Аналог. Аналог хворост. А я хочу это... Чурос. Сам ты чурос. Не хочу я чуросы, они полезные. Не хочу виноград. Это такое полезное. Все такое полезное кушаешь. Хочу брокколи. Хочу брокколи. Давай, если я тебе сейчас куплю брокколи, ты мне сделаешь чуросу. Хе-хе-хе-хе. Зоя, ну я не буду делать чуросы. На ночь глядя. На ночь глядя? Хе-хе-хе. Восемь часов. Ну и что? Восемь это уже вечер. Еще вся ночь перейдет. Я ночью собираюсь спать. Ага. А не жрать. Ты уже поспала. И что? Ты думаешь, я ночью опять не усну? Ты же меня знаешь. Хочу. 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 Ваня выпросил у меня чуросы, так что я сейчас буду готовить. А вы оставьте своих коммент... моих... Оставьте в комментариях. Хотите ли его узнать, как это делается. И если будет много сообщений, то я обязательно сделаю видео урока, как делаются эти чуросы. Но Ваня от них балдеет. Очень вкусные. Так что, все будем делать. А вон два кружка. Вот такие чуросы получились на какашечку, похоже. Фу, как мы так. О, я же видео еще не видео.